Программа «Кругозор» и я ее ведущая Виктория Муратова. Здравствуйте! В рамках региональной программы формирования комфортной городской среды представители администрации Совета депутатов городского округа Егоревск провели обход ряда дворовых территорий 6-го микрорайона. В стандарт комплексного благоустройства дворов, действующий в Московской области, входит приведение в нормативное состояние восьми обязательных элементов детских игровых площадок, наружного освещения, парковок, площадок для твердых коммунальных отходов, информационных стендов, озеленения, урн и лавочек. Своими наблюдениями и результатами проверки поделился депутат Совета депутатов Дмитрий Силкин. Внимание на экран! По домам 20, 20, 22 и 22 6-го микрорайона в ходе предвыборной кампании 2018 года было несколько наказов избирателей. Они все касались благоустройства придомовой территории, двора и выездов из двора, автомобильных дорог. Частично удалось здесь эти наказы исполнить в части парковки за домом 22. И в прошлом году здесь она была расширена, удалось расширить подъезд на эту парковку и обеспечить еще несколько десятков машин и мест. Но это была только часть наказов, и они, к сожалению, переносились. Первый раз о том, что территория будет благоустроена, мне докладывалось в 2019 году. Потом перенеслось на 2020, потом по ковиду, пандемия, которая все планы подвинула. И вот, наконец, в 2021 мы получаем заверение, что на следующий год этот двор включен в программу комплексного благоустройства. То есть сюда войдут все вопросы, которые жители задавали, конкретизируя этот большой куст проблем. Вот как мы видели в ходе собрания, мы обошли и посмотрели именно самые животрепещущие проблемы, которые жителей волнуют каждый день. Это выход из подъездов, подход к детской площадке и опять-опять парковочные места, безопасность движения внутри двора. То есть мы встретились, обсудить, что вы хотите видеть на своей территории. В первую очередь у нас, во-первых, убрать вот эти все ржавые машины. Вот то, что мы сейчас сказали. И что с той стороны? Ну, все равно. Потом с той стороны площадку строить. Вот как и дети с садика, там одни кусты вечером даже страшно идти. Вот это все срубить и какую площадку сделать? Мы про ту сторону. Про ту сторону, говорят. А здесь тоже рубить будут деревья. Ну, а там машины, стоянку можно сделать. Стоянку мы сейчас обговорим с вами. Или хотя бы вообще почистим? Мы ее почистим, хотя бы вот лавочки что ли сделать. А там пацаны бы футбол гоняли. Лавочки обязательно, даже разговоры нету. Вообще, не дома, а как вот не знаю. Если у нас одна площадка надет на дворовой территории, то мы две поставить, и тут, и там мы не можем. Один двор, одна площадка. Это называется площадка, да? Нет. Ну, мы ее благоустроим, мы ее поменяем, мы ее модернизируем. Смотрите, вот вы говорите, благоустройство. Вот у нас, например, дождик проходит, у нас не выйти, взрослые, мне говоря, уже дети. Вот смотрите, даже вот сделали нам, пять лет назад сделали нам тротуар. Хорошо, спасибо. Тротуар. Очень высокий бортовой камень. Там вода, там идешь, вода. Мыть из отсюда, ну, невозможно. Даже пройдите, посмотрите сейчас. Асфальт сделан из лужи в лужу. Как так? Ну, неужели стеки не могут сделать? Я вот ничего не кончала бы. Я это изобразила бы. Таруха. Это вот асфальт, вот по асфальту. Ну, ямы, это понятно, это все же. А мы сейчас не творим? И дальше, вот деревья, понятно. Вот, что, пишите. А потом, другой перескакиваете. Вот деревья сразу. Накапливаются, и все, и все, и все, и все, и все. Деревья стоят. Ну, можно подпилить немного. Не надо все вырубать. Не надо, это не надо. Вот деревья красиво стоят. Ну, которые вот ветки тоже можно почистить. Давайте обсудим детскую площадку. Да, давайте с детской площадкой. Потом плавно перейдем к деревьям, парковкам, к тротуарам, к подходам к домам. Если нужно сделать какие-то тротуары с той стороны, с этой стороны посмотреть. Сейчас все обойдем. Все свои пожелания высказали, теперь вот по очереди. А вот этот пустырь тоже можно как-то благоустроить? Как? Предлагаете как? Как? Ну, поставить лавочки хотя бы даже, вот элементарно, для пожилых людей. Народ еще и тут парковал. Да нет, это я знаю. Вон их закрыли еще два года назад, наверное. Они там так и стоят. Ну, сами понимаете, места не хватает. Подождите, их каждый день туда ставят, или они уже пять лет здесь стоят? Эти старые. Ничего, они... И насколько необходимо в машине место увеличить, парковка-то? Я ставлю подъезда, мне негде ставить. То есть еще буквально в ряд нужно. Дом-то большой, квартир много, у некоторых ведь по две машины. Приходится на обочине оставлять. У 22-го А оставляют люди. Ну так, давайте решать. Если вам здесь нужна парковка, будем решать вот здесь вот с парковкой. Вот я полон уверенности, что наконец это все дело сдвинется с той точки, на которой замерло. И мы в следующем году увидим здесь то самое комплексное благоустройство. Не очагами, а в целом всего двора. В городском округе Егоревск завершился муниципальный конкурс «Лучший двор, лучшая улица». Целью данного мероприятия стало комплексное благоустройство дворовых и придомовых территорий, развитие их социальной и досуговой инфраструктуры. Один из основных критериев определения победителей – участие жителей в благоустройстве придомовой территории, отношения к своему двору, улице. Депутаты Совета депутатов Александр Штыриков и Андрей Тарасов вручили памятные призы победителям конкурса. Подробнее в нашем сюжете. Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий по содержанию территорий, а также проектированию и по размещению объектов благоустройства. Оно направлено на повышение качества жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение ее санитарного и эстетического состояния. Сегодня у нас торжественный день, пятница. Мы запустили программу, вернее конкурс в нашей компании «Текстрой плюс». Конкурс «Садовник», то есть как люди оформили свою придомовую территорию перед окном, разбили клумбы, посадили какие-то кусты, посадили цветы. В этом плане провели, сфотографировали конкурсантов, кто захотел участвовать непосредственно, и разместили это в соцсетях и просили жителей в Телеграм, попросили жителей проголосовать, посмотреть эти 10 номинантов и проголосовать за какой-то. Вот у нас голосование прошло, 8 числа мы подвели итог, и сегодня, 10 число, мы решили, обзвонили всех, пригласили 10 номинантов, пригласили суда, чтобы вручить подарки. У нас это традиция уже становится, и мы постоянно этим будем заниматься. Каждый год осенью мы подводим этот итог. Людям приятно, и нам приятно. И все говорят, что да, спасибо, что мы проводим такой конкурс. Действительно, с каждым годом все больше. Первые там у нас порядка 7, по-моему, участвовало. Сегодня уже 10 в этом году. Я надеюсь, что в следующем году еще больше будет участников. И таким образом мы благоустраиваем придомовую территорию. И жителям приятно. И те, кто приходит, и в гости, и мимо просто проходят, им тоже очень приятно. В наши дни благоустройство и озеленение являются важной сферой деятельности муниципального образования. Эта деятельность направлена на создание условий для здоровой, комфортной, удобной жизни, как для отдельного человека по месту его проживания, так и в целом для всех жителей квартала, микрорайона, города и округа. Около дома выхожу я и начинаю. То сажаю цветочки, то сделала плетень, то еще кутарнички посадила. Потому что там у нас как бы стоянка, которую надо было загородить. Вот я там посадила кустики всякие, чтобы не видно было, чтобы воздух был почище. Вот и все. Ничего особенного. Внутригородские зеленые насаждения имеют большое культурно-бытовое значение, играют существенную роль в санитарно-гигиеническом статусе территории, как регулятор микроклимата и являются важной частью архитектурного облика населенного пункта в ансамбле с застройкой. На сегодняшний день самая популярная настольная игра, относящаяся к категории логических – шахматы. Она обладает внушительной историей, которая насчитывает не менее двух тысяч лет. В шахматы играют как на любительском уровне, так и на профессиональном. Команда телеканала «ТВ Мост» посетила первый турнир в рамках детской шахматной лиги. Мы узнали о том, какие значимые состязания впереди у наших шахматистов. Ребята поделились с нами переживаниями, рассказали о том, почему любят шахматы. А тренер прокомментировал особенности подготовки спортсменов. Внимание на экран. Открывает новый учебный год детская шахматная лига. Эти состязания проводят уже в четвертый раз. Их особенность в количестве этапов. Шахматисты на протяжении всего учебного года каждый месяц будут встречаться за шахматными досками, чтобы в мае выявить сильнейшего. Насколько значима детская шахматная лига? Детская лига очень значима для наших шахматистов, потому что в ней могут участвовать не только шахматисты спортивной школы «Лидер», но и шахматисты, которые не занимаются шахматами. Также шахматисты разных возрастов принимают участие в этой лиге, потому что, допустим, от 7 лет и до выпускников школы. В соревнованиях лиги могут поучаствовать как воспитанники секции спортивной школы «Лидер» и шахматного объединения центра внешкольной работы, так и все желающие школьники. Хоть первоклассник, хоть одиннадцатиклассник, здесь рады всем, кто неравнодушен к этой интеллектуальной игре. А чем тебе нравятся шахматы? Мне нравятся шахматы, потому что ты развиваешь математику. Иногда ты думаешь, ты начинаешь развивать математику, начинаешь просчитывать все, как у тебя будет. Считай математика. 19 сентября спортсменам предстоит поехать на первенство Московской области по быстрым шахматам. И участие в турнире в рамках лиги – важный подготовительный этап. Из-за коронавирусных ограничений у шахматистов давно не было выездов, поэтому соревнования в городе Одинцова для них очень ответственный момент. Как ты готовишься к первенству? Я играю на шахматы со своими друзьями каждый день. Насколько значимо для тебя первенство? Волнуешься ли ты перед этими состязаниями? Я волнуюсь перед этими состязаниями. Как готовите своих воспитанников к предстоящему первенству? У нас проходят занятия в течение недели. В течение месяца мы занимаемся техническими аспектами шахматной игры. И потом уже они выходят на турнир. На первом этапе детской лиги участников разделили на две группы. В одном кабинете за звание сильнейшего боролись спортсмены лиги чемпионов. У этих ребят высокий рейтинг и богатый опыт в шахматах. По соседству с ними проходили игры начинающих шахматистов или спортсменов с невысоким рейтингом. Это представители спортивной лиги. На протяжении всей лиги и каждого ее этапа будут выявляться фавориты, которые в майском финале смогут сразиться за звание сильнейшего шахматиста. В этих состязаниях призовые места завоевали Петр Ларьков, Артур Барышников и Максим Яковлев в лиге чемпионов. А в спортивной лиге лучшими стали Матвей Петров, самый юный участник, Арсений Ясиков и Захар Минаев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интервью Ольги Бирюковой и полковника в отставке, почетного ветерана Подмосковья, председателя Совета ветеранов Егоревского отдела Министерства внутренних дел России Леликова Александра Александровича. А после в 20.40 программа «Грани». В этом выпуске мы познакомим зрителей с еще одним творческим коллективом нашего города. Ребята расскажут о том, какой путь они прошли, что их вдохновляет на сегодняшний день и в чем залог их успеха. Не пропустите, будет интересно. Ну а на этом у меня все. С вами была программа «Кругозор». Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ МОЗ. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова